Я представлюсь, так, для того, чтобы я представлю еще раз мамное имя Сергеюш. Меня зовут, ну, польский вариант имени Сергея, это Сергеюш, так, поэтому в паспорте у меня написано Сергей, но мне очень нравится польский вариант имени Сергеюш, так, мамное имя Сергеюш. Мам 30, мне 30 лет, я ест там научителем языка польского, как вы могли догадаться, да, я учитель польского языка, не случайно здесь оказался. Мой стаж ест юш килька лад, вот кильку лад працю я как научитель, уже трудно посчитать, несколько лет я работаю как учитель, преподаю польский язык и также веду курсы на карту поляка. Ну, о себе, что еще мне сказать можно же. Я студию в Польске, в Вроцлаве. Я учился во Вроцлаве, в Польше, скончил студию по дипломове университету Вроцлавского. Я закончил послодипломное образование во Вроцлавском университете. Так, и то уж ест мой другий вебинар, так, второй вебинар по польскому языку, который мы здесь проводим, так, патч в венике сонды. Я смотрю результаты вот этого опроса. Видзе же, никто же с пальства были уж на первшем вебинаже. Никто же сом джищей порас перш, некоторые сегодня первый раз. Ага, я вижу, что вы меня пишете так. Конечно, конечно, можно сразу вам скажу, что если вдруг мы сегодня будем говорить, например, спрягать глаголы, либо же будет какая-то лексика, то тогда вы можете еще раз на сайте Ешка посмотреть этот вебинар, и тогда все вопросы, которые у вас возникнут, все вопросы эти сами собой решатся, да, вы найдете ответы на эти вопросы. То есть на сайте Ешка вебинар в записи появится в начале недели, через несколько дней. Так, добре, то питание, чи мне вида, чи свыхать. Я не wiem, чи пытаваем юж, видно ли меня хорошо, слышно ли меня хорошо. Напишите мне, пожалуйста, если хотя бы несколько человек, два человека хотя бы мне напишут, что видно и слышно, я буду спокоен, бэнде спокоен. Ага, ну, то бардзо дзинькуя. Бардзо дзинькуя, спасибо большое. Так, добре. Ну, если кто-то не был на первом вебинаре и не гладил этого первого вебинара, так, если кто-то не был на первом вебинаре и не смотрел его в записи, то могу повечить, что мы говорили о едзении. Мы говорили о еде, и темат этого поп��ченнего вебинара, назывался темат, взбиваял, как «смачнэго». Тема вебинара звучала «смачнэго». Что такое смачнэго? Приятного аппетита, конечно, так? Спасибо большое, что вы мне пишете, что все слышно. Я очень рад. Ну и уже приходим до занятий дешейших. Тогда уже плавненько будем переходить к сегодняшнему вебинару. Тема, как вы можете видеть, тематом дешейшего вебинара есть убраня. Так, сом убраня. Цо вложить ютро. Одежда, так, что надеть завтра. Вашне так есть темат. Мы ввелищ мы о едзеню, поговорили мы в прошлый раз о еде, а то джище поразмодляем о убранях. Так, поговорим сегодня об одежде. И цо вложить ютро. Ютро похоже очень на слово утро, правда, но, может быть, кто-то уже из вас знает. Ютро значит на самом деле завтра. Так, в польском языке хватает слов, которые похожи на русский язык, однако значение совсем неожиданное. Так, что же надеть нам завтра? Так, добре. Який есть план тегу вебинару? Так, какой же у нас план, о чем мы будем сейчас говорить? О чем мы сегодня будем говорить? Конечно, мы поговорим о убранях, так, как называются по-польски. Поговорим, как они называются по-польски. Поговорим тоже о колорах. Колор, цвет. Поговорим о цветах. Так, будем описывать тенча. Тенча – это радуга, так. Мы это еще узнаем позже. Надеть или не надеть. Познакомимся с некоторыми глаголами. Так, с самыми важными глаголами, с найважнейшими часовниками, которые связаны с убранем. Те ж пудземы до склепу с убранями, так. Пудземы до склепу с убранями. Склеп, магазин, так. Магазин одежды. Але можете ще не бачь, вы можете не бояться, так. Не бэнджемы дзище выдавать пененды. Сегодня тратить денег мы не будем. Это будет виртуальная экскурсия, так. Вычешка виртуальна бэнджи. Потем я научу вас справить комплементы. Я научу вас делать комплементы. Это очень важно в жизни. Это очень важно в жизни. Я научу вас справить комплементы в языке польским. И потом, на конец, будем поровнивать предметы. Будем поровнивать убраня. Т.е мы будем сравнивать с вами одежду. Для этого нам познакомимся со сравнительной степенью прилагательных. Что вложить в утро? Вообще тема звучит. Что надеть завтра? Я думаю, что эта тема, этот тема, это больше актуальна для kobiet. Т.е эта тема более актуальна для женщин, потому что это, наверное, женщины больше думают накануне, что же надеть завтра мужчины. Но, по крайней мере, я, по крайней мере, я, уже мысляю о том, что вложить, уже в лучшем случае, полгоджины предвыщем. В лучшем случае, полчаса до выхода, я думаю, что мне надеть. Поэтому можно тему и назвать, что вложить, чищай, что надеть сегодня. В любом случае, что объединяет, что вложить, что надеть, так? Ну, пойдем, познакомимся тогда с первой порцией слов. Запознам еще с первшим давком слов, связанных с убранями. На почтку, видите, тут есть матриошка и убранье, как по-российски. То значит, что язык полский, конечно, есть языком славянским. Вы знаете, полский язык, конечно, это славянский язык. И очень много словов с подобных в языке российском и в языке польском. Для нас не будет никаким проблемам понять, что это значит. Куртка, понятно, так? Пальто, плашч, света, джинсы, шорты, чапка, рюкавички, блузка, костюм дамский, обуви, sandалы. Так, я думаю, что здесь не может быть никакого вопроса. Тут даже не знаю, что переводить, нужно ли переводить. Ну, вот то, что чуть-чуть отличается, например, рюкавички. Ну, это рукавички, так? То есть перчатки по-польски. Рюкавички – это перчатки. Костюм дамский, так? Ну, получается, женский костюм, так? Обуви – это обувь. Сандалы – это сандали, так? Ну, видите же, тут очень-очень подобное, то есть, до языка российского. Есть только некоторые моменты, мужчины помнят, что, например, в языке польским есть некоторые литеры, которых нет в языке российского. Есть некоторые буквы в польском языке, которых нету в русском языке. Тот же возьмем «плашч». То есть посмотрите, какое-то перечеркнутое «л». Ну, вот если вы занимаетесь польским языком, вы знаете, да, что больше всего эта буква похожа на белорусское «унискладовое». То есть мы говорим «плашч». Плашч. Так, еще. Также встречается эта буква в слове «сандауы». «Сандауы». Так, есть же слово также «рынковички». Посмотрите, есть «э» какой-то с хвостиком. Ну, говорю об этом, конечно, некоторые из вас, может быть, уже давно алфавит прошли, а может быть, некоторые только совсем недавно и вот задаются вопросом, как же вот это «э» читать. Так, ну, оно «э» с носовым призвуком «рынковички». Рэнковички. Более упрощенное произношение это «ренковички». Так, мы можем в начале, если нам трудно это произнести, просто говорить «ренковички». Так, убраняя, як по-руссийску. Ну, видите, что тема одежды, пока что ничего сложного нету, так. Далее, идем мы далее. Убраняя, як по-белорусску. И teraz, ежель пањство, мы шісты мешкаме в Белоруссі, так, живем в Беларусі. Янзыкем пањствовым у нас в краю есть теж янзык белорусский, то есть государственным языком является белорусский. Ну, конечно, по-разному бывает. Кто-то белорусский знает, кто-то белорусского не знает. Но вот это целый пласт слов существует в польском языке. Бардо дужо ест свуф, которые в янзыку польским сон подобны до бьяурускего, так. Ежели мы знамы янзык бьяурусский, то есть если мы знаем белорусский язык, то понять, что значат эти слова в польском языке нам не составит никакого труда. Но если мы не знаем, то придется также заучивать, заучивать, как иностранные слова. Капелуш. Перевод вы видите, так. Ну, по-белорусски как. Капелюш, так. Я не буду говорить как по-белорусски, потому что это очень похоже. Так, то есть видите, слова похожи, некоторые из них буквально чуть-чуть отличаются. Некоторые слова немного отличаются, так, например, по-белорусски спадница, так, по-польску спудница. По-белорусски шкарпетки, по-польску скарпетки, так. Ну, немного отличаются эти слова, но если мы знамы язык бьяурусский, то понять, что это не будет для нас проблемой. Я еще раз прочитаю, как это звучит по-польску. Еще раз прочитаю все эти слова по-польскому. Капелуш, хустка, шалик, футро, кошула, сукинка, спудница, белизна, скарпетки, по-нчохи, обцаз, парасола. Так, так, добре, то итераз найчекавшая chyba давка слов, самая интересная, наверное, порция слов. Те слова, которые не сом подобны до языка росыскего и бьяурусского, так, все-таки, полский язык это иностранный язык, так. Язык полский ест языком обцим, так. И мы можем еще чего-то научить. То есть, если бы все слова в польском были похожи на русский, белорусский, это бы не был иностранный язык. Так, мы можем еще чего-то научить. Тем более, в языку польском, bardzo często слова, которые сом подобны до бьяурусского, че русского, могут значить coś zupełnie иного. То есть, слова могут быть похожи на русский, белорусский. То есть, чаще всего, если они похожи, значение они такое же и имеют, да, как та же спудница, по-белорусски спудница, юбка и по-польски спудница. Однако, посмотрите, что здесь происходит. Некоторые польские слова, например, кроват. Похоже на что, кроват? Похоже, так, то есть, подобно до того, где мы спимы, так, похоже на того, где мы спим, кровать, так. Так, еднак, кроват, галстук, bardzo lubię słowo adidasy. Очень люблю я, мне очень нравится слово adidasy. Так, посмотрите, что оно значит, кроссовки. Далее, zegar, zegar, похож на загар, правда, однако это часы. Японки, это вьетнамки, нашийник. Это вовсе не то, что носит собака, так, на шине. Край стопы. Теж, bardzo пеньк не бежми, очень красиво звучит. Так, добре. Далее, бюстонош, ну, теж важное слово, для чего не. Гарнитур и капче. Капче это тапки, так. Так, ну и прошу поменять о том же, в языку польским акцент завши пада на пшеду статнем ссылабе. Так, помните о том, что ударение всегда падает на предпоследний слог, поэтому еще раз. Крават, не кроват, да, хотя, может быть, нам хочется кому-то сказать кроват из-за восходства с кроватью, да, русское. Вовсе нет, это будет кроват, адидасы, zegар, японки, нашийник, райстопы, кольчики, дресс, камизелка, бюстонош, гарнитур, капче. Так, и видите, уже много слов познались мы, то есть мы уже узнали много новых слов, и уже можно гардероб просто прийти в польский магазин, так, пшище до польского склепу, можно пшище до польского склепу, и выменить это все-таки слово, так, перечислить все эти слова, и у вас гардероб на всю жизнь будет обеспечен, так. Так, поэтому, видите, польский язык, он вовсе не страшный, язык польский не страшный. Сейчас я знаю, что много белорусских ездят в польский, чаще, например, до Белого Востока, многие белорусы ездят в Польшу, в Белосток, например, так. Так, и сейчас, если вы тоже ездите, если вы тоже ездите, то вы сейчас уже знаете, что будете купить, как назвать это по-польску, знаете, как назвать это по-польски, так. Ну, кстати, почему тема одежды, так, для чего убраняя, то тоже важный темат. Ну, если польску, например, будем сдавать на карте полака, то, например, одно из возможных питаний от консула, так, один из возможных вопросов от консула. То есть, что на вас надето, цома пан на собе, что на вас надето, имеется в виду мужчина, спрашиваю обращение к мужчине, цома пани на собе, что на вас надето, имеется в виду женщина, так. Так, и вы тогда уже знаете, что рассказать. Мам на собе, так, мам на собе, и можете перечислить все, что будет на вас. Джинсы, светер, залежит от того, кто в чем пудет на там размовы, зависит от того, в чем вы придете к консулу на разговор. Так, ну, вряд ли, вряд ли в дрессе, так, дресс, спортивный костюм, поэтому вряд ли, chyba не прийдете в дрессе на размовы до пана консула, если кто-то из панства бенджи отбывал такую размову, если кто-то из вас будет сдавать на карту поляка. Так, так что, польский, видите, нетрудный, так, поэтому эти слова, я надеюсь, вам пригодятся. Доброе, когда приходим до склепа, то тоже выбираем убранье в определенный цвет, так, некоторые цвета нам нравятся, некоторые цвета нам нравятся, некоторые нам не нравятся, так, мне нравятся. Подоба мне себя колор, например, гранатовый, подоба мне себя колор помарањчовый, часто люблю колор червоны и червоны, так, вот мои любимые цвета это как раз гранатовый, помарањчовый, червоны и червоны. Так, ну, доброе, я сейчас прочитам, вы видите, как выглядят эти колоры, как они еще называют по-польску. Бялый, так, опять у нас встречается вот это В, вот этот звук, который похож на унискладовый в белорусском языке. Бялый, далее, чарный, чарный, то есть видите, ч, оно больше похоже на белорусский, то есть не мягкое русское ч, а такое твердое. Чарный, червоны, теперь совсем мягенькое, желёный, да, ж, желёный. Гранатовый, то есть у меня, честно говоря, когда я начинал изучать польский, ассоциация гранатовый, ну, с гранатом, так, таким фруктом, ну, мне представлялось, что это другой цвет. Однако в языке польским гранатовый, то есть темно-синий, гранатовый по-польски это темно-синий, небеский, ну, цвета неба, так, глупой, небеский. Коричневый будет бронзовый, бронзовый, жёлтый будет жёлтый, оранжевый помаранчовый и фиолетовый. Так, ещё раз. Бялый, чарный, червоный, зелоный, гранатовый, небеский, бронзовый, жёлтый, помаранчовый, фиолетовый. Бардо себя сподзевам, что тут был ваш любимый колор, надеюсь, что здесь был ваш любимый цвет, так. У мужчин так точно, потому что мужчины, мне кажется, отличают в несколько раз меньше цветов, чем женщины. Так, ну, добре, идём и далее. А теперь поговорим о том, какие цвета у радуги. Радуга будет по-польски тэнча, тэнча, так, тоже новое слово, тэнча. Так, я надеюсь, что вы запомнили. Я, может быть, нечестно с моей стороны, что я не предупредил вас, что постарайтесь запомнить. Так, ну, многие слова всё-таки похожи на русский язык, так, поэтому попробуйте первое. Первое, так, первый колор тэнчы, первый цвет радуги. Так, и сейчас попробуйте вот самостоятельно. Так, я как будто бы вас слышу. Так, вот попробуйте проверить себя самостоятельно, буквально 15 секунд. Первый, красный, как будет по-польски? Начинается чэ, и дальше что? Оранжевый по... О, очень хорошо, видишь, никто же пишет, так. Но вы можете не писать, так, можете не писать, я верю, я знаю, что вы знаете. Просто проверьте себя. Второй, оранжевый по... Для себя ответьте. Третий, желтый, это жу. Как будет заканчиваться? Четвертый, зеленый, по-польски ж. Пятый, голубой, будет не... Как вы думаете, как заканчивается? Дальше, шестое, темно-синяй, гра. И седьмой, фиолетовый, фи. Так, а как то есть, уже... Еще раз, уже за хвиле, Забачимы, как праведливо называются те колоры. Так, еще раз, видимо. Червоный, помаранчовый, желтый, зеленый, Небеский, гранатовый, фиолетовый. Так, именно такие цвета радги. У нас в русском языке есть стишок такой, так. Надеюсь, сейчас вспомню, так. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, так. То в языке польским тоже есть. Такий вершик. Это значит, то не вершик, но такая... Такая коротенькая... Такая, как это назвать, не считалочка. Ну, вот, чтобы проще запомнить цвета. Чемущ пошла жабка зеленая на гроб фараона. Хотя даже рифмуется, да. Чемущ пошла жабка зеленая на гроб фараона. То есть в переводе этого огромного смысла нету, так. Так, почему ты пошла зеленая жабка на гроб фараона, так. Вот польские дети так запоминают порядок цветов в радуге. КОЛЕЙНОСТЬ КОЛОРУВ ВТЕНЧИ, так. Бо видите, что каждый из этих слов начинается от... От... От певного колору, так. То есть каждое слово начинается с буквы... Точно с той, с которой начинается соответствующий цвет. То есть если красный, первый, красный, первый, червоны, да. То есть первое слово тоже начинается с буквы... С и З. То есть со звука Ч. ДОБЖЕ, НО ДОБЖЕ. Так. Ну и демы далее. Так, вложить чи не вложить? Вложить это надеть. Так, и вопрос, извечный вопрос вложить чи не вложить? Надеть либо не надеть. Но, наверное, более извечный вопрос. Все-таки если мы выходим на улицу, нам надо что-то надеть. Вопрос уже, что вложить? Так, что надеть? Ну и тута и сом некоторые часовники. Некоторые часовники, которые сом звензаны с убранями. То есть глаголы, связанные с одеждой. УБЕРАТЬЩЕ. УБЕРАТЬЩЕ. ОДЕВАТЬЩЕ. Похоже на русское убираться, так, но значение другое. УБЕРАТЬЩЕ. И посмотрите, как оно будет спрягаться. То есть в первом лице будет УБЕРАМЩЕ. УБЕРАМЩЕ. ТЫ УБЕРАТЬЩЕ. ОН ОНА УБЕРАТЬЩЕ. МЫ УБЕРАМЩЕ. ВЫ УБЕРАТЬЩЕ. ОНИ ОНЫ УБЕРАЮМЩЕ. То есть, видите, вот это взаимая взвратная частичка ЩЕ, в польском языке ЩЕ. Она пишется отдельно, так, но это соответствует русскому СЯ либо СЪ, так, одеваю СЪ по-русски бы мы сказали. Но видите, пишется она отдельно. Так, УБЕРАТЬЩЕ. Это ОДЕВАТЬЩЕ. Соответственно, раздеваться будет, ну, как вы думаете, вот, может быть, есть кто-нибудь, кто догадается. На самом-то деле всего лишь в приставке дело. Если одеваться у БЕРАТЬЩЕ, то раздеваться будет. Нужно приставку заменить. Раздеваться, может быть, кто-нибудь знает. Хотя это не так просто. Подожду я чуть-чуть 10 секунд. Может быть, кто-то и напечатает, как будет раздеваться. Хотя не то, чтобы это так важно, чтобы это, не то, чтобы это было так, таким важным словом. Но на разе не видя. Так, ну, просто РОЗЗА. Добавим приставку РОЗ. И раздеваться это РОЗБЕРАТЬЩЕ. Так, УБЕРАТЬЩЕ. Одеваться, РОЗБЕРАТЬЩЕ. Раздеваться. И РОЗБЕРАТЬЩЕ очень похоже на русское разбираться. И я мявым еден таки шмешный выпадок. То есть смешной случай у меня был, когда я однажды сказал, что... Хотел сказать, что я не разбираюсь в машинах. Так, а сказал НЕ РОЗБЕРАМЩЕ в самоходах. То есть думал, что сказал по-польски НЕ РОЗБЕРАТЬЩЕ в самоходах. А на самом деле НЕ РОЗБЕРАМЩЕ в самоходах для поляка прозвучало, как я не раздеваюсь в машинах. Так, поэтому будьте внимательны. Есть еще один важный часовник. НОСИЧ. 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 Я НОСИЧ, ТЫ НОСИШ, ОН, ОНА, НОСИМЫ, НОСИМЫ, ВЫ НОСИЧЕ, ОНИ, ОНЫ, НОСИМЫ. Так, прошу разручить увагу. Пожалуйста, обратите внимание. Я НОСИЧ. И вообще для польских глаголов характерно окончание в первом лице либо ЭНОСОВОЕ, вот которое вы видите, либо окончание М. Вот как в случае с УБЕРАМЩЕ, так УБЕРАМ. Вот есть отдельное спряжение, которое заканчивается на ЭМ, но большая часть польских глаголов заканчивается на ЭНОСОВОЕ, в первом лице. Я НОСИ, то есть здесь не нужно... То есть похоже на русский язык, конечно, но помните, в польском языке никогда в жизни, нигде в жичу, в первшей особе, в первом лице не будет У. То есть не будем говорить НОШУ, либо другие слова. Например, МОГУ, да, МОГУ, по-польски будет МОГЭ. То есть очень похоже на русский, но все-таки не У никогда не будет в польском языке. У запомните, будет ЭНОСОВОЕ в первом лице, у большинства глаголов. И только у некоторых будет М. Притом, обратите внимание, НОШЕ, я не говорю НОШЕМ. То есть я не выговариваю ЭНОСОВОЕ. Почему? Потому что есть такое правило, что в конце слова ЭНОСОВОЕ читается как обычное Э. То есть если бы это была середина слова, оно бы читалось ЭУН. В конце слова оно читается как обычное Э. То есть читается как обычное Э, но все равно мы его пишем. ЭНОСОВОЕ в первом лице. Запомните это. Так, добре. Ещё один часовник. ПАСОВАТЬ. ПАСОВАТЬ. То есть подходить, идти. Так, на przykład, на przykład, jakieś убрание может пасовать. То есть какая-то одежда может нам подходить, идти. Какое убрание может нам не пасовать. Так, добре. Я ПАСУЕ. ТЫ ПАСУЕШЬ. ОН, ОНА ПАСУЕ. МЫ ПАСУЕМЫ. ВЫ ПАСУЕЧЕ. ОНИ ОНЕ ПАСУЕМ. Так. Ну, чаще всего, конечно, мы будем употреблять третье лицо. ОН, ОНА. Либо третье лицо множественного. ОНИ ОНЕ. Так, то есть, например, тебе этот свитер не идет. Либо не подходит. Так, может быть, размер не подходит. То мы скажем, ТОБИ ЭТЕН СВЕТЕР НЕ ПАСУЕ. СВЕТЕР – это ОН, да, поэтому ОН, ТОБИ ЭТЕН СВЕТЕР НЕ ПАСУЕ. ОН тебе не подходит, не идет. МОЖЕ НЕ ПАСОВАТЬ РОЗМЯР. Так, может, размер может не подходить. МОЖЕ НЕ ПАСОВАТЬ КОЛОР. МОЖЕТ НЕ ПОДХОДИТЬ ЦВЕТ. Но МОЖЕТ ПРОСТО ОДЕЖДА НЕ ИТИ. Так, на пшекуат. Ежели в личбе многих, если во множественном числе, например, джинсы. Джинсы – это ОНЕ. Так, ОНЕ. И мы можем сказать нашей подружке, либо нашему другу, ТЕ – джинсы, ЧИ НЕ ПАСУЕМ. Так, ЙОМ, потому что джинсы – это ОНЕ, не подходят. Так, поэтому мы скажем джинсы, ЧИ НЕ ПАСУЕМ. Так, ДОБЖЕ. ТЕН ЧАСОВНИК. Так, кстати, вспомнил я еще слово, связанное с одеждой. В польском языке шмотки – это чухы. Чухы. Так, это шмотки. И, может быть, даже понятно, почему в русском языке есть слово «втюхать» что-то. Втюхать что-то. Так, поэтому можете запомнить. Чухы. Ну, в разговоре поляки очень часто говорят, что я купил сегодня новые шмотки. Так, они не будут говорить «я купил одежду». В разговорной речи они чаще всего скажут «я джищай купилем чухы». Так, я сегодня купил какие-то шмотки. Так, ДОБЖЕ. Но, ЕСЩЕ РАЗ, ХРОШЕ ЗУБАЧИТЬ ЧАСОВНИКИ, КТОРЫЕ МЕЛИЩМЫ. ЕЩЕ РАЗ, ПОСМОТРИТЕ НА ЭТИ ГЛАГОЛЫ. УБЕРАЧИ, ОДЕВАТЬСЯ, НОЩИТЬ, НОЩИТЬ, НОЩИЧ, НОСИТЬ, ПОСОВАЧ, ПОДХОДИТЬ. Так, ДОБЖЕ. И ТЕРАЗ, ЗРУБИМЫ, ТАКИ КРУЧЮТКИЙ ТЕСТ. МАЛИНКИ ТАКОЙ ТЕСТ, МАЛЮТКИЙ ТЕСТ ЗРОБИМЫ, ТАК, ЗЕ СЛОВЕМ ПАСОВАЧ. ПЕРСІ, ТАКИ ПРОССАМИ ВЫСЛАЦ, КТОРА ВЕРСЯ ЕСТЬ ПОПРАВНА, КТОРЫЙ НУМЕР ЕСТЬ ПОПРАВНЫ, КАКОЙ НУМЕР ПРАВИЛНЫЙ, ТАК, ЕДЕН, ДВА, ЧІ ТРЦИ. ПЕРСІ, ТЕМУ ПАНУ НЕ ПАСОВА ЧЕРВОНЫЙ КОЛОР. ПЕРСІ, ТЕМУ ПАНУ НЕ ПАСУЄ ЧЕРВОНЫЙ КОЛОР, ТЕМУ ПАНУ НЕ ПАСОВАЦ, ЧЕРВОНЫЙ КОЛОР, Вариант 3, ТАК, ТО, ЕДЕН З НИХ ЕСТЬ ПОПРАВНЫ, ДВА ИНNE СІ НЕПОПРАВНЫ. ПОПРАВНЫЙ КОЛОР, ТАК, БАРДО ДОБРЖЕ, Я ВИДДЗЕ, ЧІІ З ПАНСТВА ОДПОВИДЗЯЛА, НЕКТОРЫ ЕЩЦЕ ЧЕБА МЫШЛОМ, ТАК, НО И НА РАЗИ НЕ МА, НЕ МА ЖАДНОЙ НЕПРАВИДЛОВОЙ ОДПОВИДЮ, ТАК, ПОКАШТО НЕТУ НИ ОДНОГО НЕПРАВИЛНОЙ ОТВЕТА, БАРДО СЄ ЧЕСЁ, Я ОЧЕНЬ РАД, ТАК, ВСЫСТКИ ОДПОВЕДЖИ СІ ПОПРАВНЫ, ТАК, ДВА, НУМЕР, ДВА ЄСТ ПОПРАВНОМ ОДПОВЕДЖЁМ, ТЕМУ ПАНУ НЕ ПАСУЄ, ЧЕРВОНЫЙ КОЛОР, ЧТО ПРИВОДЮСЯ КАК ЭТОМУ ПАНУ, ТОЕТОМУ ГОСПАДИНУ, НЕ ПОДХОДИТ, НЕ ИДЁОТ КРАСНЫЙ ЦВЕТ, ТАК, ДОБРЖЕ, ЕЩЩЕ ХИБА ПЫТА ТРУДНЕЙШЕ, ОДРАЗУ МУВИ, СРАЗУ ГОРЮ, ЧТО ТА БОЛЬЯ ТРУДНОЕ, ПЕРВШЕ, В МАЮ Я НОШЕ ШОРТЫ, В МАЮ Я НОШУ ШОРТЫ, В МАЮ Я НОШЕ ШОРТЫ, В МАЮ Я НОШЕ ШОРТЫ, ТАК, ВИДЦЕ, И В ПЕРВАМ НОШЕ, И В ТРЕТЬЕМ ЧИТАЦАЦАННОШЕ, НО КАКОЙ ЖИ З НИХ ПРАВИЛНЫЙ, ТАК, ЧЕ КТО, ЧЕ ПАМИНТАЦЕ, ТО, О ЧЕ ТЕРАСЬЯ ПЩЕ КОНАВЫМ, ТОЕССЯ СЕЙЧАС УБЕДИЛСЯ ЖИ ВЫ МНЕ СЛУХАЧЕ, ЧТО ВЫ НЕ ПРОСТО ТАМ ВКЛЮЧИЛИ СКАЙП, НО ЧТО ВЫ МЕНЯ ЕЩЕ И СЛУШАЙТЕ, ТАК, БАРДЗУ МИЕСТ МИВО, ТАК, УЧЕ ВИСТИ, МУВИВЫМ ОТ ТЫМЖЕ В ПЕРШЕЙ ОСОБЬЕ, ГОВОРИЛ Я НЕДАВНО ОТОМ, ЧТО В ПЕРВЕМ В ЛИЦЕ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА, МОЖЕТ БЫТЬ ЭНО ТЕРАСОВЫЕ, ЛИБО ЭМ, ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕ ДАНО, ПОЭТОМУ В ТРЕТИЙ ВАРИАНТ Я НОШЕ ПРОСТО Э, ПРОСТО Э, БЕЗ ВОТ ЭТОГО ОГОНКА, БЕЗ ЭТОГО ХВОСТИКА, ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ, ДА, МЫ ПРОИЗНОСИМ НОШЕ, НО ПИШЕТСЯ С ХВОСТИКОМ, ПОЭТОМУ В МАЮ Я НОШЕ ШОРТЫ, ЧТО ПЕРЕВОДИТСЯ КАК В МАЕ Я НОШУ ШОР З НАШУМ ПОГОДОМ ТО БЫВА РУЖНИЕ, З НАШЕЙ ПОГОДОЙ ПО РАЗНОМУ БЫВАЕТ, ЧТО ПО РАЗНОМУ БЫВАЕТ, НЕ В КАЖДЫМ РОКУ МОЖНА НОСИТЬ ШОРТЫ, НЕ В КАЖДЫМ ГОДУ МОЖНА НОСИТЬ ШОРТЫ, ЧТО БЕЗЕМЫ РОБИЧ ДАЛЕЙ, ДЯНКУЕ ЗА УДЗЯУ, СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ, ЗА АКТЫВНОСТЬ, И ДЯНКУЕ ЗА ТО, ЖЕ ВСЫСТКИ ОТПОВЕДЖИ БЫ ПРАВИДВОВА, И СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВСЕ ОТВЕТЫ БЫЛИ ПРАВИЛЬНЫ, ДЖЕ МЫ ДАЛЕЙ, В СКЛЕПЕ ОДЕЖОВЫМ, ТАК СКЛЕП, ЭТО МАГАЗИН, ТАК СКЛЕП, ПОЕТМУ В СКЛЕПЕ ОДЕЖОВЫМ В МАГАЗИНЕ ОДЕЖДЫ, ЧТО КАКИЕ НАМ ФРАЗЫ МОГУТ ПОНАДОБИТСЯ, ПРИЕДЕМ МЫ, ПРИЕДЕМ МЫ НА ЗАКУПЫ ДО ПОЛЬСКИ, ПРИЕДЕМ НА ПОКУПКИ В П ПОЛЬСУ, И ЧТО БЕДЕМ МЫ ПАЛЦАМИ ПОКАЗЫВАЇ, ПАЛЦАМИ З ПРАДОБЦОМ ОПСИАЦИИ ЗАСТНЯЦА НА ПАЛЦАХ, НА АНГЛИЙСКОМ, АЛБО В ЄНЦКО РОССИЙСКИМ, ЧТО В ИНЦКО РОССИЙСКИМ, ЧТО В ИНЦКО РОССКИМ. ЗАЧЕМ ЕТО НАДЕЖСЯ? ЕЗЕЛИ МЫ МЫ ЖЕМ МОЖЕМ СИ НАУЧИТЬ ТЫХ НЕЙВАЖНИЙШИХ ВЫРАЗОВ, БАРД ЧИ МОГЕ ЗОБАЦИТЬ ТЕН ЧЕРВОНЫЙ СВЕТЕР? МОГУЛЯ ПОСМАТРЕЦ, ТАК, НА ЭТО КРАСНЫЙ СВЕТЕР? ЧИ МОГЕ ЗОБАЦИТЬ ТЕ ДЖИНСЫ ПЕВНЕЙ ФИРМЫ? МОГУЛЯ ПОСМАТРЕЦ НА ДЖИНСЫ АПРЕЗЛЕННЫЙ ФИРМЫ? ЧИ МОГЕ ЗОБАЦИТЬ? ДАЛЕЙ ТЕЖ БАРДО ВАЖНО ПЫТАНИЕ, НАПРЫКО, РЕЧЬ БАРДО СЯ НАМ СПОДОБАЛА, ВЕЩ НАМ ОЧЕН ПОНРАВИЛ, СЮ ПОКУПАЕМ, ЗАДАЕМЫ ПЫТАНИЕ, ИЛЕ ТО КОШТУЕ? НАПРШИКО, ТЫЩЁН ЗВОТЫХ, ТАК, ИЖ ЖЕЧ НАМ СЩЕ НЕ ПОДОБА, ТЮС НАМ ГАВАРЯТ ТЫЩА ЗВОТЫХ, ЧТО В ПРЕВОДЕ ГДЕ-ТО, НАВЕРНО В РАЙОНЕ, ТАК, НУ ЧТЬ МЕНЬШЕ ТРЮХСОТ ДОЛЛАРОВ, ВОТ, И МЫ УЖЕ, УЖЕ ЭТА ВЕЧ НАМ ПЕРЕСТАЮТ МРАВИТЬСЯ, ЕЖЕ НЕКТОЖИ ХИБА МЫШЛЁМ ТАК, НЕКТОРЫ З ЗНАКОМЫХ ДУМАЮТ, НАВЕРНО, ТОЧНО НЕКТОРЫ МАЙ ЗНАКОМЫХ ДУМАЮТ, ЧТО В ПОЛЬШЕ ЕВРО, АЛЕ ЕДНОК ТАМ ЕСТ ПОЛЬСКИЙ ЗВОТЫ, ЧИ ЙЕСТ ЗНИЖКА, ТАК, ЗНИЖКА, МОЖНА ЛАТВОЩЕ ДОМЫЩЛЯТЬ, ЭТА СКИДКА, ЧИ ЙЕСТ ЗНИЖКА, АЛЬБО БЕНДЕМЫ МЕЛИ МАЛО ПЕНИЕНЗЫ, МАЛО ДЕНЕ НАПРИМЕ, БУДЕТ У НАС В КОШЕЛИКЕ МАЛО ПЕНИЕНДЫ, И МЫ БЕДЕМО ОДРАЗУ ПРИТАТЬ, ЧИ ЙЕСТ ЗНИЖКА, ЧИ ЙЕСТ ЗНИЖКА, ТАК, ЧИ ЙЕСТ ЗНИЖКА, ЧИ ЙУЖ МАМЫ РЕЦ, КТОРА НАМ СЄ ПОДОБА, ВСЩКО НАМ ПОДХОДИТ, И КОЛОР, И ЦЕНА НАМ ПАСУЮ, ТАК, ПАСУЮ, АЛЕ ЧТАМЫ ПРИМЕРИЧЬ, ХАЧИМ ПРИМЕРИЧЬ, ПРИМЕРИЧЬ. Ну и то логичное пытае, где есть ПРИМЕРАЛЬНЯ? Где есть ПРИМЕРАЛЬНЯ? Ну, oczywiście, если мы гречни, если мы такие вот вежливые, культурные, если мы культуральны, то кое треба додать? Препрашам, oczywiście, что треба додать, конечно, что нужно добавить и звените, так? Препрашам, где есть ПРИМЕРАЛЬНЯ? Так, доброе, еще некоторые выразы. Так, oczywiście, розмяр, ну, bardzo, то есть, подобный до языка русского, розмяр. Який розмяр? Какой размер? Чтобы вот мы пошли, моглиśmy взять какую-нибудь жечь до ПРИМЕРАЛЬНЯ? То есть, могли мы какую-то вещь взять, примерить, так? И оказаващая, что слишком большой, как по-польски сказать, слишком. То есть, торобище, bardzo, просто. Это делается очень просто, всего лишь добавляем ЗА. То есть, если ДУЖИ, это большой, а МАЛЫ, это маленький, то слишком большой, это ЗА ДУЖИ. Слишком маленький, ЗА МАЛЫ. Если что-то слишком дорогое, то мы скажем ЗА ДРОГИ, слишком дорогое. А если у кого-то очень много денег, dużo пенендзи, так, то ЗА ТАНИ, слишком дешовый, такое тоже случается в нашей жизни. Светер есть ЗА ДУЖИ, альбо Светер есть ЗА МАЛЫ. ЧИ МОГЭ ЗА ПЛАЧИТЬ КАРТОМ? Так, тоже очень важное вопрос. ЧИ МОГЭ ЗА ПЛАЧИТЬ КАРТОМ? Ну и, может, сейчас мало мест, где не можно плачить картом, но разные вещи сейчас случаются. Разные вещи случаются, часто псуется техника, может быть, портится техника какая-то. И нам скажут НИСТЕТЫ ТЫЛКО ГОТУВКОМ. Так, помните, что ГОТУВКА это наличные деньги, так, то МОЖЕМЫ ПЛАЧИТЬ КАРТОМ, МОЖЕМЫ ТЕЖ ПЛАЧИТЬ ГОТУВКОМ. Так, то... ЕСЧЕ РАЗ ПЛАЧИТАМ ТЕ НАЙВАЖНИЙСЕ ВЫРАЗЫ. ЧИ МОГЭ ЗАБАЧИТЬ? ИЛЕ ТО КОСТУЁЕ? ЧИ ЙЕСТ ЗНИЖКА? ГДІ ЙЕСТ ПРИМЕРЗАЛЬНЯ? ЧИ ЙАКИ РОЗМЯР? СВЕТЕР ЙЕСТ ЗАДУЖИ? ЧИ МОГЭ ЗАПЛАЧИТЬ КАРТОМ? НЕСТЕТЫ ТЫЛКО ГОТУВКОМ. И УЖ МОЖЕЧИ СОБЪЦОЧ КУПИТЬ, так, УЖЕ МОЖЕТЕ ЧТО-ТО КУПИТЬ СЕБЕ. ТАК, ДОБЖЕ, ТЕРАС ПРОШЕ, ПЕРВШЕ, ПРОШЕ НАПИСАТЬ, НУМЕР ИЛИ ТЕРЕ. ТАК, НАПИШИТЕ МНЯ, ПЖАЛУСТА, ПЕРВОЕ И АЛИБО БЕ. ЧТО ПРАВИЛЬНО, ЗАДУЖИ, ЭТО КАК ПЕРЕВОДИТСЯ? СЛИШКОМ СИЛЬНЫЙ, ЛИБО СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ? ЗАДУЖИ, СЛИШКОМ СИЛЬНЫЙ, СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ? ТАК, НО ОЧЕВИСТИ, ОЧЕВИСТИ. Я ВИЖУ, ЧТО ТУТ КТО-ТО И ПРИСЛАЛ, да? ТАК, НО ТУТ И, ЭТО В РУССКОЙ РАСКЛАДКЕ, СОТВЕТСТВУЕТ БЕ, В ПОЛЬСКОЙ РАСКЛАДКЕ, ЗНАЧИТ, ВСЕ ОТВЕТЫ ПРАВИЛЬНЫЕ, да? И И ТОЖЕ ПРИНИМАЕМ ДРУГИЕ, И УЖУ, ДРАЗУ, ВИДИТЕ, ЕСЛИ СКИДКА, ПЕРШИ, А, ЧИ ЙЕСТ ЗНИШКО, Б, ЧИ ЙЕСТ ХАЛАВА, ЧИ ЙЕСТ ХАЛАВА. ОЧЕВИЩЕ, ЧИ ЙЕСТ ЗНИШКА ХАЛАВА, ЧИ ЙЕСТ ХАЛАВА, ПОЛАЦИ, КТОРЫ ЗНАЮ ЯНЗЫК РОССИЙСКИ, ПОЛЕКИ, КОТОРЫ ЗНАЮ ТРУСКИЙ РОССКИ, КОНЕЦ НЕЦ, КОНЕЦ НЕЦ, КОНЕЦ НЕЦ, СМИЮЮЦА, ЧИ БУДЦИТ ТАКОЙ ВОПРОС. ТАК, ДОБЖЕ, О, ТЕРАС, БАРДУ ДЕНЬКУЕ ЗА УДЯУ, СПАСИБО БАЛЬШОЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЭТОЙ ЕЩЕ ОДНОЙ ПРОВЕРОЧКЕ В ТЕЙПОВ ТУРЦИЯ, ТАК, ЕЩЕ ЙЕДНА ЗАУВАГА ОДЕМНЕ, ЕЩЕ ОДНО ЗАМИЧАНИЯ ОТ МЕНЯ, В ЯНЗЫКУ ПОЛЬСКИМ, ДЕШОВЫЙ, ЭТА БУДЕТ ТАНИ, ТАК, ДЕШОВЫЙ, ЭТА БУДЕТ ТАНИ, ЖЕНСКИЙ РОД, ДЕШО ДЕШОВАЯ БУДЕТ ТАНЯ, И СРЕДНИЙ РОД, ДЕШОВО, Е, БУДЕТ ТА, НЕ, ТАНИЯ, ТАК? То есть, как видите, как Państwo видят, другая форма, ДЕШОВАЯ, ЕСТЬ В ЯЗЫКЕ ПОЛЬСКИМ ТАНЯ, ТАК, ДЛАТЕГО, ЕЖЕЛИ КТОŚ МА НА ИМЯ ТАНЯ, ЕСЛИ КОГО-ТО ЗАВУТ ТАНЯ, ТАК, ТО ЛЕПИ В ЯЗЫКЕ ПОЛЬСКИМ МУВИТЬ ТАТЬЯНА, ТАК? Ну, ОЧЕВИЧЕ, ЖЕ ПОЛАЦЫ ЗНАЮ ТО ИМ Я думаю, что большинство поляков знают, что в русском языке существует имя Татьяна, Таня, ну, АЛИ ВЫ ТЕРАЗВЕЇЧЕ, ЯК ТО ПО-ПОЛЬСКО БЫЖМИНЬ, СПЕРЕЛЬ ВЫ ЗНАЮТЕ, КАК ТО ПО-ПОЛЬСКО ЗВУЧИТ, ПОЭТОМУ МОЖЕТСЯ СЕ ПРЕДСТАВЯТЬ, ЯКО ТАТЬЯНА, ТАК ЕСТЬ ЛЕПИЙ, ТАК ЛУЧШЕ ПО-ПОЛЬСКИ ГОВАРИТЬ ТАТЬЯНА, НУ ТА ДЛА ИНФОРМАЦИЯ, ТА ТОЖЕ ИНФОРМА СПРАВЯТЬ КОМПЛИМЕНТЫ, ТАК ГОВОРИЛ И ВАМ, ОБЕЩАЛ, ДАЖЕ, ЧТО СЕГОДНЯ МЫ НАУЧИМСЯ ДЕЛАТЬ КОМПЛИМЕНТЫ, КАКИЕ НАМ ДЛЯ ЭТОГО НУЖНЫ СЛОВА, ЦО НАМ ДА ТЕГУ ЕСТЬ ПОТШЕБНЕ, НУ ТУТ ВИДИТЕ ПАНЬСТВО ТАБЕЛЕ, Я СПОДИВАМ СЩЕ ЖЕ ПОТРАФИ ВАМ ВЫЯШНИЧЕ, Я НАДЕЕСЬ, ЧТО ПОЛУЧИТЕ МНЕ ВАМ ОБЯСНИТЬ, ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО, ЭТО ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЭТОЙ ТАБЛИЧКИ, ЕСЛИ МЫ ГОВОРИМ О ЧЕМ-ТО В ЕДИНСТВНОМ ЧИСЛЕ, ТО МЫ БЕРЕМ ТОГДА ФОРМУ ГЛАГОЛА ПОДОБАЧЕ, МЫ БЕРЕМ ПОДОБА, ТАК, БЕРЕМ, ЕСЛИ ГОРИМ О ЕДИНСТВНОМ ЧИСЛЕ, ПОДОБА, ПОНЯТНО, ДАЛЬШЕ ВТАРАЯ ЧАСТЬ ВЫРАЖЕНИЯ БУДЕТ СОСТОЯТ ИЗ ОДНОГО ИС, МЫ БЕРЕМ Одну из форм местоимений в дательном падеже, чаще всего мы будем говорить МИ, это МНЕ, да, то есть здесь все формы дательного падежа МИ, МНЕ, ЧИ, ТЕБЕ, МУ, ЭТО ЕМУ, ЕЙ, ЭТО ЕЙ, НАМ, ВАМ, ИМ, то есть все понятно, то есть если мы хотим сказать, что мне нравится, тогда мы должны выбрать МИ, это будет вторая часть нашего выражения, третья часть мы будем добавлять ЩЕ, так, то есть я говорил, что ЩЕ в польском языке, это соответствует в русском языке частичке СЯ либо СИ, и она пишется отдельно в польском языке, так вот, это выражение, первая часть и вторая часть этого выражения разделена местоимением ПОДОБА, МИ, ЩЕ, это значит, мне нравится, и, например, ТВОЯ КОШУЛА, как видите в этой табличке, ПОДОБА, МИ, ЩЕ, ТВОЯ КОШУЛА, мне нравится ТВОЯ РУБАШКА, если мы хотим сказать, ТЕБЕ нравится моя рубашка, то мы скажем ПОДОБА, ЧИ, ЩЕ, ПОДОБА, ЧИ, ЩЕ, ТВОЯ КОШУЛА, если мы хотим сказать, ЕМУ, например, нравится ТВОЯ РУБАШКА, то ПОДОБА, МУЩЕ, ТВОЯ КОШУЛА, ПОДОБА, МУЩЕ, так, ну, видите, вариантов есть много, самый частый вариант это ПОДОБА, МИ, ЩЕ, то есть мне нравится, ПОДОБА, МИ, ЩЕ. Если мы говорим о множественном числе, тогда уже нам надо, вот в русском мы говорим, мне нравится свитер, но мне нравятся, то есть буква я во множественном числе меняется, да, появляется у нас нравится, например, джинсы, либо очки в польском языке. Мне нравится, это подобаем, плюс опять вместоимение какое-то, если мне нравится, то подобаем мне еще, на przykład, твои окулары, окулары, это что у нас, это очки, так, подобаем мне еще твои окулары, на przykład. Так, итак, если мы говорим, что нравится что-то в единственном числе, так, то подобаем еще, так, ну, на przykład, твой свитер, подобаем еще, твой свитер. Если говорим во множественном числе, то подобаем еще твои джинсы, подобаем еще твои джинсы. Вот, это один вариант сделать комплименты, так, подобаем еще. И дальше единственное число, например, подобаем еще твой кроват, галстук, подобаем еще твой, твой, так, co еще, твой пасек, твой ремень, например, подобаем еще твой пасек, так, ну, можно же сказать, подобаем еще твой ущмех, мне нравится твоя улыбка, так, dobrze. И подобаем еще твой джинсы, подобаем еще твой окулары, подобаем еще твой сподни, мне нравятся твои штаны, почему нет. Так, я, наверное, исчез на секундочку, но надеюсь, что сейчас меня слышно. Так, еще варианты. Маш в одном сукенке. Маш, это дословно, конструкция переводится так. Ты имеешь красивое платье, да? Мы же не будем переводить дословно, мы должны помнить просто, что... Мы по-польски говорим маш и добавляем кого что. Маш в одном сукенке. Например, маш в одном светер, у тебя красивый свитер. Маш в одном кошуля, у тебя красивая рубашка. Маш в одном буты, у тебя красивые ботинки. Маш в одном буты. Так, далее. Маш шветные, файные, пенькные джинсы. Так, шветные, это прекрасные. Файные, это такие классные, прикольные. Пенькные, тоже красивые. В принципе, ладны, пенькные, это синонимы. Так вот, маш шветные джинсы на пшикват. Еще один вариант. Ладны, пану, в тым гарнитуже. То есть дословно это вам красиво в этом костюме, вам красиво, так. Но на русский литературный это вам, вы хорошо выглядите, так. В этом ладни, пану, в тым гарнитуже. А если мы женщине, хотим сказать, то конечно будет ладни, пани. Например, в этой куртке. Вы хорошо выглядите в этой куртке. Ладни, пани, ладни, пани в этой куртке. Альбо какие-то другие варианты. И тоже, шветные выглядят. Отлично выглядишь. Шветные выглядят. Так, а теперь я хотел бы вас попросить, чтобы сделать какой-то комплимент для меня. Так, справить мне, я кич комплимент. Напишите мне какой-нибудь комплимент, используя какое-нибудь из этих выражений, которое у нас было на предыдущей страничке. И сейчас. Мне будет очень приятно, и вы заодно потренируетесь. Так, все будут довольны. Вам практика, делание комплиментов. А мне повышение самооценки. Так, ну, прошусь мяу. Так, вы смело напишите мне какую-нибудь, любую абсолютно, даже, я разумим же, вы видите только кошуле, хиба, так, видите только рубашку. Но, в каждом разе можно coś вымыслить, можно влучить фантазию, можно включить фантазию. О, Бардо дзянькуйе, Маш пенькный гвоз. Бардо дзянькуйе, пани Светлану. Бардо ми мило, мне очень приятно. Назвиско пани, и имя пани, выдаем еще знайомое. Так, имя, фамилия кажутся мне знакомыми. Но, Бардо дзянькуйе. Так, и цо, я пойду до дому с едным комплиментом, что я пойду с одним комплиментом домой, что ли? О, Маш ладное, вуса, так, тут есть варианты, так, цо, если речь о усах, то усы будут вонцы, так, Маш ладное вонцы, может быть вы это хотели сказать. Швет не выгляндаш, отлично выглядишь, так, швет не выгляндаш, так, тут, на разе, мам проблем с тем, чтобы это прочитать. Так, Спасибо. Спасибо. Если кто-то еще не закончил писать, комплимент, то я еще потом прочитаю. Спасибо за все комплименты. Мне очень мило. Я теперь уверен, что вы научились делать комплименты. Мне очень мило. Спасибо. Хорошо. Идем дальше. И тоже могу вам сказать одну вещь. Остатний. Не знаю, если у вас есть очи. Глаза будут очи. Спасибо. Остатний наш темат. Не знаю, остались у вас силы или нет. Я очень надеюсь, что остались силы. Ступнивание приметников. Это что такое мы будем делать с прилагательными? Это образовать сравнительную степень. Мы уже знаем некоторые слова. Например, дуже. Было у нас дуже. Мы говорили о том, что на пшеку от светер есть за дужи, альбо за малы. Так, дужи большой. Так, малы это маленький. Что тут еще у нас есть, если говорить о исходной форме? Дроги. Дроги. Дорогой. Тани. Уже говорил вам, что Таня дешевая. Тани дешевый. Так, ну вот мы придем. Наденем свитер. Вложим и светер. И бенди нам мауи. Бенди за мауи. Будет слишком маленький. Так, что нам нужен? Нам нужен больший. Правильно. Нам нужно образовать степень, так, прилагательного. И вот как раз таки больший по-польски это будет венькши. Венькши. Больший, так. То есть, например, мы меряем что-то. Межим и цожь в пши межальни. Подходит до нас спшедавца. Подходит продавец. И пытащившись только в пожонтку. Все ли в порядке. Мы мувим и попрошай венькши светер. Так. Альбо попрошай венькши розмяр. То есть, пожалуйста, больше. Прошай пши нещь, так, венькши розмяр. Пожалуйста, принесите больший размер. Так. И вы видите зелененьким тут. То есть, изначально у вас форма мужского рода. Дужи. Это большой венькши. Больший. Соответственно, а это будет у женского рода. Например, дужа кошула и венькша. Кошуля это большая. Так. И э окончание среднего рода. Дужа это большое. Венькши большие. Так. Дроги. Вот будем мы разговаривать с нашей знакомой или знакомым. Мы будем разговаривать с коллегом или коллегом. И будем задавать вопросы. Илья коштула сукинка. Так. Ну, девушки будут говорить о том, Илья коштула сукинка. Сколько стоило платье. Одна пове сто пятьдесят золотых. Друга пове двести золотых. И та, которая купила за двести золотых, пове моя ест дрожша. Ха-ха-ха. Так. Моя сукинка ест дрожша. Дрожша более дорогая. По-польски. Так. Дрожша. Ну, то само мачи. Мауи. Мнейший. То есть. Если мы слишком большой размер взяли в раздевалку. В раздевалку. Ну. В примерушную. Так. То тогда. Проше. Мнейший размер. Так. Проше. Мнейший размер. Пожалуйста. Меньший размер. Мнейший размер. Например. Альбо. Так. Якиш. Ежели. Якиш светер ест дрожше. Какой-то свитер может быть более дорогой. То бенжи якиш светер таньше. Более дешевый. Так. То есть. Нам предложат за огромные деньги какую-нибудь вещь. А мы скажем. Проше. Чисом таньше. Жэчи. Чисом таньше. Если более дешевые. Так. Таньше. Вот. Как мы образуем сравнительную степень. Ну. Опять. Свитер. Так. Он во всех примерах у меня присутствует. Желёный светер ест. И тут мы говорим вот эту вторую форму. Так. Желёный светер ест веньши. Дальше. Добавляем ниш. Что в принципе похоже на русское нежели. Так. И дальше. Именительный падеж. Ниш червоны. Так. То есть. Желёный светер ест веньши. Ниш червоны светер. Веньши ниш. Так. Так. Вот. Мы должны запомнить. Нам нужна вторая форма. Так. И также мы добавляем ниш. Который соответствует русскому нежели. Либо русскому чем. Желёный светер ест веньши. Ну окончание. Так. Потому что светер это он. Дальше у нас куртка. Она. Поэтому окончание уже будет а. Небеска куртка ест дрожша. Ниш желто. То есть голубая куртка есть более дорогая чем желтая куртка. Дрожша ниш. Видим тут столько согласных подряд. И ж и ш. Да. Оно просто читается как один длинный звук. Дрощша. Ниш желто. Бронзовое пальто. Пальто то он. Оно. Так. Оно. Датого концевка е. Мнейше. Бронзовое пальто есть мнейше, ниж чарное. Ну и возьмем мужской костюм гарнитур. Он тоже мужского рода. Поэтому обычное окончание е. Фиолетовый гарнитур есть таньше, ниж бялое. Фиолетовый костюм мужской более дешевый, чем белый. Так. То еще раз. Веньши. Если родзай женский, то веньша, ниаки веньши. Дрощи. Дроща, дроща. Мнейши. Мнейша, мнейши. Таньши. Таньша, таньше. Так. Добре. Ну и террас просит то запоментать. Вем же так одразу трудно то запоментать. А ли можете повручить до тегу. Можете к этому вернуться. Так. В записи еще раз напомню, может быть кто-то не слышал, кто подключился чуть позже. В записи на сайте Ешка появится этот вебинар. Так. Через несколько дней вы можете, если что-то неясно посмотреть еще раз. Но мы идем далее. И. Мамы. Тутай. Знув. Справдзян. Такая. Проверочка небольшая. Справдзян. Первое. Зеленый света. Есть. А. Дрожейший. Ниж червоны. Б. Дрожжи. Ниж червоны. С. Другий. Ниж червоны. Прошу первое. Вислачь мне ответ. Так. Добре. Виде, что все в порядке. Все в порядке. И. Можем пањство одразу. Друге досылачь. Небеска куртка. Есть. А. Таня. Ниж желта. Б. Таня. Ниж желта. Ниж желта. Цэ дзешевша. Ниж желта. Ну, так. Виде, что все спокойно. Все в порядке. Так. Добре. Бардо се чеши. Яку мам великум радуњ дзешей. Какая у меня большая радуњ сегодня. Так. Нема непоправных ответњи. Нету сложных... Ой, сложных. Нету неправильных ответов. Может мне более сложно надо делась вебинары в следующий раз. Ну не, ну жартуем. То вебинар не муще быть трудный. Он не должен быть трудный. Так. Добре. Бардо дзенькуе. И терас. Глобальна повторка. Такое глобальное повторение, подытоживание всего, что мы сегодня проходили. Зубачимы цовы паминтачи. Как переводится на русский? Адидасы. Магазин Адидас, спортивный костюм Адидас, кроссовки. Но очевисти... Очевисти... Правидвова отповедь. Ц... Кросовки. Адидасы – это кроссовки. Далей. Крават. Как переводится? Крават. Галстук, кровать или вата. Крават. Ну очевисти так. Крават – это галстук. Галстук. Я не умею завязывать кровату. Я не умею завязывать галстук. Нистеты. К сожалению. Але може кедыще научу завязывать кроват. Может быть, когда-нибудь я и научусь завязывать галстук. И цо ешче? О, ешче питание мамы. Зегар. Зегар. Что это? Загар. Костюм или часы. Что это такое? Очевисти. 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 Зегар – это часы. Часы настенные. А если нарученные часы, то это зегарек. Маленькая такая форма. Зегарек – это нарученные часы. А зегар – это дужа, которую я вижу на щане. То это распадше на зегар. Смотрю щас на настенные часы. И видзе, что были с вами годины. И вижу, что были с вами целый час. Ну и то, цо я хцэ зато поведзить. Что я за это хочу вам сказать? За то, что были со мной. За то, что вы были со мной. Очевидно, я хочу сказать дзенькуйе. 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 Так. До зубачэнья. Это до встречи. Очевидно, что будут настэмпне спотканя. Конечно, что будут следующие встречи. Бардо дзенькуйе. Бардо ми ми мило то слышать. Мне очень приятно, так, пани Свитвано. Так. Ну, добре. До зубачэнья. Дзенькуйе. И что я вам желаю? Да, по-польски. Желаю вам. Будет жыче вам. Жыче. Так. И чего я могу жычить по дзейсэйшых занятиях? Что я могу после сегодняшних занятий вам желать? Жыче вам добрых знижек. Желаю вам хороших скидок. Жыче вам, чтобы завсэ был ваш размер. Я желаю вам, чтобы всегда был ваш размер. И жыче вам, чтобы каждый колор вам пасовал. Также желаю, чтобы каждый цвет вам подходил. Так. Того всескего я вам жыче. Бардо дзенькуйе за то, что вам щас подобало. Так. Бардо щас по дзевам же вам щас подобало. То есть я очень надеюсь, что вам понравилось. И тоже дзенькуйе тем, кто же написали, что щас подобало. Так. И также благодарю тех, кто написал, что понравилось. Добже. То есть я хочу повторить. Так. Хотел бы я кое-что повторить. Еще точнее обвестить. Объявить. Так. Что тема одежда в Ешка. Так. В уроках двадцать три. Двадцать четыре. Польский. Курс польский для начинающих. И вы сможете более подробно познакомиться с этой темой в уроках двадцать три. Двадцать четыре. Так. Курс польский для начинающих. Вот. Там будет это и будет даже больше. Так. Ешче в самом концу. Хчаłbym. Быть может паньство запропонуем якісь тематы. Так. Может быть вы предложите следующие темы. Потому что тема одежда была как раз после первого вебинара. Я тоже задал этот вопрос. Какая тема. О чем бы вы хотели еще поговорить. И вот одежда встречалась довольно часто. Поэтому мы сейчас говорим об одежде. Так. То может быть у вас есть какие-то идеи, пожелания. О чем мы могли бы поговорить в следующий раз. Так. И обязательно мы к ним прислушаемся. Вы можете сейчас написать в чате. Так. Мы. Так. Мы потом. Вы можете писать даже когда мы с вами этот вебинар закончим. Так. Все это у нас останется. Мы все это просмотрим. И то что будет самое популярное. Мы постараемся организовать вебинар именно на эту тему. Так. Ну когда он будет. Скорее всего будет в конце месяца. Либо в начале следующего. И вы это все в рассылке получите. Вы будете уведомлены. Так. Заранее. То я. Так. Если кто еще может помысл. То есть если у кого-то какая-то идея. То можете еще написать. Да. Какая тема была бы вам интересна в следующий раз. То я еще раз. Дзянькуя. И. До зубачения. Жыче вам. Вszystkiego наилепшего. Жыче вам. Уданных закупов. Желаю вам. Удачных покупок. До видения. Еще раз. Вszystkiego наилепшего. Продолжение следует. Продолжение следует...